В птицеводческой отрасли резко обострилась ситуация. Миллион кур на фабрике ежедневно требует корм, улучшенный добавками импортного производства. А курс валюты растет. Как в то же время растет и цена основной составляющей корма – зерна. Зерна хватает, цена не устраивает. Сегодня динамика роста цен на зерновые просто безумная. Если в бюджете у нас была заложена стартовая цена закупки нового урожая, порядка 6 рублей 50 копеек мы рассчитывали, а стартанула она с цены не менее 9 рублей. А сегодня цена уже 11 рублей за килограмм. Хреборобы радуются, а вот птицеводы работают себе в убыток. У торговли же свои аргументы. Говорят, что цены повышать не хотят, дорожат покупателям. Яйцо относится к социально значимым товарам и торговые сети. Здесь не устанавливают большие торговые наценки, торговые фактически в убыток. Потому что это трафик, образующий товар. Сегодня треть товаров на полках сетевых магазинов – товары местного производства. Но если птицефабрики поднимут отпускную цену на птицу и яйцо, сработает закон конкуренции. Эти аргументы нас не устраивают, потому что есть производители в других регионах, которые цену все-таки держат. И всегда было так, и на ближайшее будущее останется, когда именно торговля регулирует ценовую политику. Какие бы всплески цен не были у производителей, торговля всегда это уроновешивает, ну и фактически выступает в защиту спроса покупателей. Примирить интересы сторон пытается Минсельхозпрод. Ведь птицеводческая отрасль очень важна для Ростовской области. У нас перепроизводство яйца, мы их вывозим за пределы региона. И нам, конечно, мы своим яйцом можем обеспечить всех. Но есть законы ритейла сетевого, которые, наверное, можно немножко подправить. И мы собрались для того, чтобы найти какое-то решение, чтобы устраивало всех. Не только тех, которые продают, но и тех, которые производят. Каждый день меняет ситуацию и необходимо сообща во взаимных интересах на нее реагировать. Татьяна Бочарова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону.